Гафур Вау, тут красиво очень На телеканале Москва 24 Сейчас будем разговаривать, обсуждать разные темы Сейчас все будет интересно Вот посмотрите сами, смотрите как красиво Под кран, что я вижу, вот я захожу в студию, сразу видно, что все профессионально Наша задача найти какие все-таки есть пороки Родители имеют отношение к шоу-бизнесу какого-нибудь? Нет, родители не имеют, но бабушка, да, была певицей Народная артистка Узбекистана То есть заслуженная артистка Узбекистана Она очень была популярна в свое время И как-то она меня поддерживала Учила, как правильно петь И до сих пор я звоню Говорю Бабушка, моя песня сейчас находится На втором месте 15 миллионов просмотров Ну они же не понимают Она говорит, ну хорошо, хорошо, по радио крутят Да, я говорю, а все, круто тогда То есть когда ты пришел к родителям, для них не было это сюрпризом Что ты хочешь стать певцом Нет, они всегда видели Наблюдали, что я занимаюсь Что я хочу Я с трех лет слушал Майкла Джексона Пытался как-то спародировать его Спеть песню Ну они несерьезно смотрели, как хобби Ну развлекается, пусть развлекается И в какой-то момент они мне говорят, что я поступлю на стоматолога Буду учиться на стоматолога На стоматолога? Я говорю, а я хочу быть музыкантом Стать музыкантом, актером Я хочу сниматься в фильмах Они сказали мне, давай ты сейчас поступишь, потом посмотрим Я не по своей воле поступил на стоматолог Я начал учиться Поначалу было интересно Потом я ушел в музыку Начал сниматься в фильмах И на втором курсе я снялся в фильме И написал свою первую авторскую песню И показал родителям И они мне сказали, все, сынок, мы поняли тебя Это поклонники все это знают Кстати, почему ты не взял какой-то псевдоним себе? Почему ты решил под именем Гафур Под своим именем выступать? Зачем? Ну иногда бывают такие артисты, у которых Ну типа имя Например стесняются многие показать Людям Многие просто придумают, чтобы Не знаю, чувствовать себя более уверенной Типа я такой-то Ну сейчас все, мне кажется, под псевдонимами Элджей Хмали Наваи Наваи это имя А Эльман тоже Эльман тоже имя Андро тоже его имя Джонни только С детства все Вали Джонни, его зовут Джахид И он так и остался, это второе имя Кстати, подписчики Спрашивают, когда выйдет Китайка и Самурай Если это не одна и та же песня Нет, Самурай Это один трек Я выкладывал у себя в ТикТоке Танец под эту песню И сказал, что скоро будет Да, да, да На самом деле это песня То есть мы, когда я только переехал Мы записали Сандру эту песню Это наш фит Я думаю, скоро мы выпустим Мы сделаем, все доделаем И выпустим песню Самурай Расскажи нам, у тебя недавно был день рождения Да День рождения какая-то путаница Да, да, да Разная информация Да, да, да Кто-то, не знаю Написали про меня, что я родился 12 марта И все, абсолютно все думают На родине по телевизору показали Говорят, вот наш Гафур Он родился 12 марта Нет, я 8 августа 08-08-98 Я 8 августа родился 1998 года Лев 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 по гороскопу А здесь Март Как вы даже не знаете, кто у нас в Марте Без обид Без обид Детям тем кто Мартин Кто из певцов пришел тебя поздравить? Эльман Джонни Андро Лимба С блогеров Суба Шевги На бои Спевцов Еще кто Ну то есть все ваши Все ваши Все наши друзья Все абсолютно приехали Многие не смогли Кто-то в гастролях Кто-то там снимается Там клипы Вот поэтому Я всех позвал Одних ребят назвал Вы девочку не хотите взять к себе в команду? Ну есть в планах, да Эльман Хочет взять девочку И мы сейчас в процессе ищем А вот есть мечта какая-нибудь замутить допустим Индуэтс какой-нибудь западный Да С кем? Да Я ну всегда с детства мечтал записать фит с Джастином Бибером И я со всеми спорил с друзьями Когда я рассказывал что я когда-нибудь запишу с Джастином Бибером фит Они говорят да брось А почему именно с ним? Потому что у меня спрашивают кто твой учитель? Я говорю ну типа я самоучка Но я говорю мой учитель это Майкл Джексон и Джастин Бибер Я слушал Майкла Джексона и Джастин Бибера и как-то развивался Вот поэтому я сильно хочу поехать в Америку И там есть памятник Майкла Джексона Хочу увидеть и еще хочу записать фит с Джастином Бибером А вот все вот эти слухи про Майкла Джексона не напрягают никак? Не знаешь я с трех лет вот смотрю люблю сильно Майкла Джексона И как бы он мне как будто близкий человек и он бы так не поступил Такой легендарный популярный артист Всегда за артистами есть какие-то слухи Всегда И я в это не верю он не мог бы так поступить Это просто знаете после того как он умер люди начали то есть сняли такой фильм и выпускают и на этом зарабатывают Может быть это просто делать ради денег Может быть все этого человека нет и ты не спросишь ты не узнаешь правду Можно просто подставить взять там актеров скажи что Майкл Джексон тебя ну так то так то Давай поговорим о твоих треках Порше Панамера который я сегодня благодаря тебе целый день просто пою ему А у тебя кстати какой Порше? У меня Панамера мы не будем об этом сейчас Я в тренде я в тренде дамы господа Понятно Кто придумал вообще? Историю трека я вам расскажу Три года назад нет два года назад я у себя дома в комнате написал песню Lollipop припев И мне очень нравится кочевая песня и все отложил Потом проходит где-то пять месяцев я решил приехать в Москву поучаствовать на проекте песни И тогда Андро меня увидел по сторисам и пригласил к себе домой Там Эльман, Джонни все ребята уже ждали я приехал мы пообщались мы подружились и попросили чтобы я показал свои демки Я тогда вот включал свои песни и в моменте Показать что? Свои демки Это демо версия Это демо версия Демо версия Он у нас просто да Пожилой Пожилой просто Иногда ты делаешь песню но еще не доделал до конца это называется демо версия Понятно И вот я показываю в моменте я включил Lollipop и Джонни когда эту песню прям не знаю там зацепил он говорит Вау чувак что за песня давай запишем фит ну так сказали чисто по приколу я сказал давай давай Ты записал Джонни? Да А Сандро? Сандро тоже будет Будет с ним хит какой-то Фит да Вы готовите Да Вот самурай А это будет с ним А вот то что выкладывается это с первого дубля пишется? Ну то что вы там в инстаграме допустим или в тик токе или это прям вот там такая работа Ну нет конечно Пару раз снимаю но стараюсь чтобы все было естественно не наиграно и постараюсь всегда с первого раза укладывать До этого подготавливаюсь потом нажимаю на мотор и Порше по номер У нас очень много вопросов о том есть ли у тебя девушка У меня нету Нету девушки? Нету Хорошо а кто есть тогда если нету девушки Ну не знаю ну может там У меня есть муза У меня есть музыка У меня есть родители У меня есть братья Я думаю это придет со временем любовь А братья младшие? А? Братья Или братья имеется ввиду по лейблу Да по лейблу У меня есть братья родной А есть Я думала он сейчас скажет много девушек есть Наверняка так и есть Ну шифруется человек Да 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 Не пьет Нет татуировок Девушек тоже нет Нет Это серьезно Ну пока не нашел Ну я в треке у себя пою Нашел тебя Но я пока не нашел Вот А есть какой-то идеал? Вот первая влюбленность В школе же была какая-нибудь Нет? Или не была? Ну это сложно сказать Понимаешь? Вот этот человек мой идеал Не знаю там Ну какая она должна быть скромная? Скромная Скромная, умная, добрая Может быть на борт яркая, эффектная Воспитная Конечно яркая, эффектная Творческая чтобы была Я очень люблю творческих людей Интересно общаться Там интересно показывать свою музыку Когда человек тебя понимает Вот с таким человеком я хочу быть А можешь что-нибудь спеть нам? Да, потому что Чтобы выйти уже из прямого эфира Инстаграма И начать записывать передачу Которая выйдет 22 августа За два дня до концерта А, мы еще не записываем передачу? Конечно Какой-нибудь эксклюзивчик Ну что-нибудь Вот исполните Прямо хотя бы У меня есть песня Борьба Все То есть Я тоже очень сильно люблю И мои подписчики Слушатели тоже очень сильно любят эту песню И я хочу Исполнить эту песню Давай В моем сердце снова стрельба Как же с чувствами совладать Твои глаза теряю так раз А я теряю нас В моем сердце снова вырба Перестань со мною играть Ты меня и так обожгла Меня и так обожгла Супер Спасибо Мы выходим из прямого эфира Инстаграма Теперь начинаем жесткий разговор Да А мы еще не записывали Все записывали Записывали Женский вопрос У тебя единственный был заготовлен Про девушку Больше нет женских вопросов У меня много женских вопросов Ну я просто Понимаешь Я ожидала что он скажет Много девушек И тут вот Ты понимаешь А ты однолюб? Да А кстати в Узбекистане Там наверное Многоженство теперь разрешено Уже Нет 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 Ну что ты Ну что Ну если человек может содержать Ну конечно Конечно Ну я думаю не только в Узбекистане Везде так можно Ну а в смысле везде В России точно Он имеет восточные Восточные Ваши Ваши Восточные А скажи пожалуйста А плов ты можешь приготовить в Узбекистане? Я готовил Мужчины готовят между прочим плов Я готовил Я друзьям своим готовил Мы снимали все это Да я умею готовить плов А что ты еще готовишь? Я умею готовить Ну это называется Кизан кебаб Казан кебаб О это очень вкусно Это с картошкой да? Да 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 С картошкой и с овощами баранина Да Это очень вкусно И еще умею маставу готовить Мастава не знаете? Мастава не знаю а что? Это суп Еще что? Яичницу могу Омлет Не знаю Картошка фри Могу пожарить Завидный жених Просто А почему в тиктоке Ничего кулинарного Не происходит? Это было мне кажется Взорвало Хорошая идея Вот да Я в доле По этой идее Договорились Обязательно Обязательно Можно запустить такой тренд Да Приготовь сам Что-то такое Под хэштегом И бам Что-то приготовил Под музыку Красиво смонтировать Хорошая идея Для тиктока Спасибо Точно Надеюсь меня пригласите Покушать Конечно Кстати да Спроси В этот момент залетел Изначально У меня даже В диктофоне Все записано Как мы обсуждаем Эту тему И говорит Давай Пош Панамера Такое Движение Будет Уже можно Повторять Легко Пош Панамера А кем по колено Мы хотели изначально сказать Море по колено Нет Нет Это было Давай А кем по колено Никто так не говорил Давай А кем по колено И потом Что за манера Танцует макарена А твоего вида Внутри все кипит Да Что будет если поцеловать Что На улице подходит Просят Вместе Селфи сделать Или что-нибудь Да Кстати А тикток записывать просит Ну просит Да Я иногда записываю Да Прикольно А что ты сам слушаешь Я слушаю Только не надо Слову Эльман Вот это не надо Лейбл Про лейбл Все помним The Weeknd Бруно Марс Джастин Тимберлэк Джастин Бибер Трэвис Скотт Тайга Майкла Джексона Естественно Джеймс Браун Кристина Гиллера То есть какой-то просто Старперский список Это вообще пошел Да Да Мой брат пенсионер Судя по списку Джеймс Браун Откуда так вообще Именно десна Я очень люблю Джеймс Брауна Музыку Джеймса Брауна Я прям Каждый день почти слушаю Его песни Да 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 А не кажется что раньше Была поразнообразнее музыка Что все таки сейчас Вот все Вот вся хип-хоп культура Она Однообразная Да Нет такого ощущения Не знаю Возможно вам так кажется Ну естественно Да Ну я считаю что развивается С каждым днем Например Десять лет назад Не было вообще Понятия Тикток например Там Инстаграм Ну ладно Ну музыка сейчас правда Однообразная Нет Не однообразная Нет Я так не считаю Все по-своему делают Например Наш лейбл делает музыку Вообще по-другому Ну типа у нас вообще другой Ну как это по-другому Как это человек вот может понять Например смотри Мы восточные ребята собрались Да И мы все слушаем западных артистов Да И мы совмещаем понимаешь Чуть-чуть добавляем востока И запада И делаем такую музыку Качевую И получается Например Луна сближает каждый день Ну такой новый мотив появляется на рынке Ну когда совмещаешь с западом восток Ну что-то новое рождается И когда ты делаешь что-то новое всегда это залетает А просто повторяешь каким-то это нет Поэтому типа это Слушай ну если ты поешь про Порши Панамера На чем сам ездишь? У меня на родине есть машина А в Москве еще нету Я планирую скоро Скоро приобрести его жилы Ну это Порши будет нет? Нам можно очень перепятить? Ну я про Порши Панамера Я не пою это Джо Не по это Возможно он купит Но я хочу Мерс Куда ты ходишь в свободное время? Свободное время мы с друзьями собираемся например, на картинг едем кататься. Все поклонницы сейчас на картинг. Да, на картингах катаемся. Всякие там братские посиделочки. Где-то посидели, покушали. Я не понимаю, какие посиделочки без алкоголя могут быть. Чтобы вообще даже без пива. Кальян. Кальян, это тема. На телевизор время остается? Какие-нибудь сериалы посмотреть? Или смотрим только видосы? В ТикТоке. Если честно, если так взять, я не помню, когда я последний раз смотрел сериалы, фильмы. Мы собираемся. Можем сходить в кино, например. Только так я смотрю. А если взять, просто включить телевизор и посмотреть фильм, нет такого. А в кино с кем ходишь? С друзьями. Например, у нас есть чат. Есть подруги, девочки, есть подружки. Ну, с подружками, да. А, кстати, веришь в дружбу между мальчиками и девочками? Конечно. После сакси? Что он спрашивает? Не, ну, дружба же может быть и до, и после. Во времени. Я не знаю. Я не знаю. Много подруг вообще? Ну, да. Много. С блогерами, с артистами тоже дружим, поддерживаем. Кстати, сам блогером не хотел стать? А тиктокеры, они же, они как блогеры считаются? Я вот просто здесь немножко не в теме. Нет, блогерство это чуть-чуть другое, я считаю. Блогер это когда... Писать что-то надо, да? Да, когда ты людям доносишь какую-то там информацию, не знаю, там, чему-то учишь, не знаю, там, что-то показываешь, то, что нету нигде, например. А тикток это просто развлечение. Просто если у тебя есть там лишние 20 минут, ты хочешь это привести как-то, не знаю, там, весело, можешь зайти спокойно в тикток и зависать там на час. Почему в инстаграме так мало постов, редко? Некоторые там херачат каждый день там по несколько, а здесь просто... Да, вот кто вообще решает, что пора уже в инстаграме что-то выложить? Я сам. Так, ни с кем не советуемся. Нет, советуемся, когда вот мы недавно запустили конкурс. А, кстати, про девушек конкурс, да? Да. Что там? Я в курсе, что там? Я говорю, давайте снимать свои танцы под песню «Лолипап», и мы, у нас будут 4 победителя. Первое место — 30 тысяч рублей, второе место — 10 тысяч и третье место — 10 тысяч. А самая главная победительница станет главной героиней моего клипа на песню «Лолипап». А-а-а, как здорово. Да, так что у тебя есть шанс. Я буду участвовать. Под хэштегом «Гафур Джонни Дэнс» спокойно можете участвовать, дорогие друзья. Очень многие целебы продают возможность провести с ними время. Покурить кальян, там, пообедать. Поужинать. На Западе очень распространено. Можно было вписаться в такую историю, что вот человек, который там выиграет какой-нибудь конкурс, он там... А, да, конечно, это прикольно. Покурить кальян, там, или... Нет, покурить, не знаю, там, пообщаться. Ну да. Возможно, у поклонницы есть какие-то вопросы, не знаю. Я знаю, какие есть вопросы у поклонницы. Вот, конечно, да, было бы прикольно. А, кстати, вот мы про тату говорили, да, что бережем свое тело, никаких татуировок. А татухи на девушках тоже не нравятся? Это тоже испорченное тело? Вот сейчас обидится с кого-нибудь. Нет, нет, нравится. Нравится, да? Да, просто я сам не хочу себе просто татухи, но мне нравится. Я смотрю, там, например, есть разные артисты, у которых прям все сделано стильно, прям смотрится круто. Мне нравится смотреть, но я сам не хочу. Кстати, нигде не нашла информацию про твой вес и рост. Я вешаю 30... нет. Что я... 73 килограмма. Интересно, откуда эта цифра взялась? Я сейчас буду думать, что я... Что у него, 30? Что у него про 30? Рост 175. И ходишь в зал, качаешься? Да, сейчас хочу. Потому что долгое время я сидел дома, писал альбом, еще карантин, все сидели дома. И, ну, мало движения было. Кстати, по поводу карантина. Наверное, тяжелое время было для артистов. Для меня нет. Ну как? Нет. Я за два месяца сделал альбом. Я каждый день занимался делом, и мне было очень даже интересно и круто. Никуда не надо выходить. Все дома, все семьей сидим, кушаем. Например, все, типа, я могу приготовить, там, брат может это приготовить. И всегда вместе, и все в конце дня смотрим, там, фильм какой-нибудь, не знаю. Это очень, прям, такой период был интересный. Потому что артисты особо не сидят дома, если так взять. Там где-то по делам мотаются. А такой момент был, когда все абсолютно два месяца дома сидели, никуда не выходили. Я делал музыку. Ну вот. А большой, это же один дом, да, в котором вы живете? То есть это у лейбла есть какой-то... В доме два дома. А, в доме два дома. В доме два дома. А притирки есть какие-то вообще? Вы не ссоритесь? Нет. Нет, все думают, что когда мужики живут вместе, ребята, могут быть какие-то, не знаю, терки между ними. Нет. Честно, все занимаются, все занимаются своими делами. И нету ничего такого там, это мое, это твое. Нет. У нас прям хорошие, хорошие отношения. Хорошее братское отношение. А если кто-нибудь из вас приведет девушку? Пока не было. Вот Эльман. Даже девушку не приводит. Что ж такое? Эльман начал общаться с Марго, и они поженились сейчас. У него дочка сейчас, Мариэль. Вот. Только так. А в Ташкенте ты сам часто бываешь? Да, я каждые три месяца ездил в связи с коронавирусом. Так получилось, что я уже семь месяцев не вижу своих родителей. Не видишь? Нет. Ну, как мне сейчас полететь туда? Да. Если даже я полечу в Ташкент, может быть, обратно не приеду. Поэтому это опасно. А в каком-то интервью ты сказал, что у тебя брат занимается кальяным бизнесом. Ну, это же, по-моему, ваш бизнес, который... Передал, оставил ему бизнес. Я занимался кальяным бизнесом, когда на родине, чтобы был какой-то доход, кроме музыки. И когда я решил переехать в Москву, я подучил братика, и он очень хорошо справляется. И сейчас, ну, сейчас, на данный момент закрыто, потому что у нас карантин в Ташкенте. Вторая волна, как бы. И вот. Когда все закончится, я думаю, запустим, и все будет круто. У тебя есть заветная мечта? Да. А что? Ну, что ты хочешь? Грэмми получить? Какая мечта? Да. Ну, это банально. Ну, все хотят, все артисты хотят получить. Ну, ладно, все хотят. Ну, Грэмми получить. С Бибером, с Бибером спеть, наверное. С Бибером записать. У меня есть мечта. С детства я хочу увидеть Эфрилу башню. Я хочу полететь в Париж. И вот. Это очень хитрый ход. Он намекает, что сейчас кто-нибудь из поклонниц просто пригласил в Париж. Очень зачетно. Очень тонко. Сейчас будут ломиться в директ с предложением отвезти, отвезти в Париж. Я думаю, да, дай бог, когда все закончится, я полечу, я увижу. Просто хочется сесть с Курасаном, так, вкуснуть и смотреть на Эфрилу башню. Прям хочется. Главное запилить ТикТок оттуда. Да, да, да. Какой-нибудь. Ну что, я надеюсь, что мы увидим в ближайшем будущем, причем еще в этом году, ТикТок из Парижа. Все, что Андрю и Льман, будут у нас тоже в гостях. Я передам. Тебе желаю всего... С вами словечко, замолвить. Вам тоже спасибо огромное, что пригласили. И зрителям тоже хочется сказать спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...